Госпожа премьер-министр, я поддерживаю этот проект, но я хотела бы обратить наше внимание на то, что мы подумали вместе с вами о том, как нам в этих условиях поддержать детские сады, как нам поддержать школы, как нам поддержать медицинские учреждения примарии. Потому что повышение роста цен на газ не было отражено в бюджете на этот год, и все они окажутся в очень сложном положении. В этой связи нам нужно будет, как правительство, думать о том, чтобы дети в детских садах чувствовали себя комфортно, чтобы в школах и в медучреждениях тоже наши жители чувствовали себя комфортно. Мы посмотрели цифры, и я хотела для вас привести пример. В Волконештах есть большой Алисея, который в ноябре месяце 2020 года использовал 10403 кубических метра газа и в ноябре платил за этот объем 50 тысяч лей. В этом месяце, в ноябре этого года, это учреждение должно будет платить 115 тысяч лей. Такая же история и в медучреждениях. То есть, допустим, в Чадерлунге больница использовала в ноябре месяце 32 500 кубических метров и в прошлом году заплатила 141 тысячу лей. В этом году придется платить 360 тысяч лей. Думаю, что мисия правительства заключается в том, чтобы мы также предусмотрели компенсации для всех бюджетных учреждений и в бюджете были эти статьи тоже отражены. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а с детьми... альтур... альтур, альтур! Идите! Почему есть для опробации, для этого проекта? В господинам! Время для меня застит что этот проект будет == и о том, заставить шумерили которые мы уже обошли в программу для помощи же периодов речи анут которые который был адаптат субтитры.